Всем привет, с вами Максон и это девятая часть турнира King of the Ring и сегодня нас ждет матч Джеффа Харди против Рэнди Ортона. Скорее всего я буду играть за Джеффа Харди, потому что за Ортона я, ну, больше играл, нежели за Харди. Хотя за обоих я играл в их боях в 1 16 финала. Пускай арена будет, например, я даже не знаю, ну пусть это будет Vengeance и тут летят у нас какие-то болты или стаканы, это видимо, которые зрители подают. Ну ладно, начинаем. Первый выходит Джефф Харди. Со своим выходом. У нас чужая музыка и с чужим фитотроном. Джефф Харди. Оригинальное название. Ну, в общем, вышел. Следующий, естественно, выходит Рэнди Ортон. Я надеюсь, он заготовил РКО. Хотя нет, глупо мне на это надеяться, ведь это РКО может быть использовано против нас, разве что вам будет хорошо позырить на РКО, ведь в этой игрульке оно сделано круто. Там вот на заднем плане можно... Опять очкастая баба... Тьфу, блядь. Очкастая баба. Там сзади я хотел сказать, типа, можно было полюбоваться на РКО. Ну ладно, Ортон долго выходит, сейчас он поднимется, и я пропущу. На первую ступеньку, вторую, третью, четвертую поднялся, пропускаем. Кстати, некоторые из вас продолжают еще писать в теме King of the Ring, кто будет в финале, но уже этого можно не сделать, потому что я уже себе записал, кто вовремя написал, кто выйдет. Я напомню, что те, кто написал вовремя, и те, кто угадают, могут записать бои. И, наверное, все. Те, кто угадают, те все и запишут. Я сам не знаю, кто выйдет, и мне самому без разницы, кто выйдет в финал. Просто играю за кого-нибудь, за кого попадется, но там как получится. Проводит нам DDT, в принципе, Ортон, что-то он в основном и начал доминировать в этом матче, хотя сейчас потихонечку перетянем инициативу в свои руки. По крайней мере, я постараюсь это сделать. Дробки не получаются. О, нихера себе, это как, так ударил ногу, а я встал как-то резко и перелетел через полстраны. Это что-то не то. Запустим-ка мы... Ага. Никого мы не запустим. Вот я говорю, когда я начинаю говорить действия наперед, допустим, сейчас что-нибудь сделаем, запустим там, или еще что-то, то у нас это не получается. Смачный дробкик принимает Ренди Орта, но тут же практически встает. Вот это читерский. Ой-ой-ой. Вот здесь всегда любой слэм и суплекс, это больно. Че, все. Вот здесь жаль, нету стульчиков, а то можно было бы провести на них какой-нибудь прием. Например, идти сюда Джезмин, правда я не Джон Сильм. Ну, почему бы не покопить на финишер? Но костылем я не хочу получать. Еще прикольно будет вот так вот прыгнуть. Ну нет, это не очень прикольно, я даже не попал на Ренди Ортона. Ну, не сюда, я хотел его запустить. Ладно, начистим ему немножечко табло. Покрасуемся. Хардкор запускает Ренди Орта нас в никуда. И я бы его подтащил к зрителям, но никто ничего не держит. И поэтому никакого взаимодействия не будет. О, водичка. Че будет сейчас? Я налью в трусы воду. Че сейчас будет? Ой-ой-ой. Джефф Харди крикнул, сука, я видел. И все что ли? Какой охеренный прием. Для этого нужно потанцевать. У нас уже есть сигнатура. Ничего себе. Просочился я сквозь Ренди Ортона. Было круто. Удар по яичкам. Вытаскиваем Ренди Ортона из сковородочки. Из печки. Ну ладно. Это я упоролся походу. И пропадает у нас уже финишер. Но мы сможем сделать такую вот штучку. Ага. Хурикон рано. А теперь бежим, бежим, бежим. Ну ладно. Не буду я пока делать. С вентон бомб я пока сделаю твист оф фейт. А, реверсирует Ренди Ортона. Было бы сейчас круто, если бы он нам сразу же... Да блин. Я не это имел ввиду. Еще. Воу-воу-воу. Я сразу вырываюсь. Отлично. Просто мне сразу вспомнилась картиночка. Точнее видос, где Харди пытается провести Ортону твист оф фейт. И тут же Ортон реверсирует и проводит РК. Это просто офигенно. Там еще Харди очень классно заселил. И очень четко. Ну у нас практически то же самое получилось. Только я, честно, не ожидал, что так сразу. Я начал говорить, что хотелось бы. И тут же Ортон проводит нам аркило вообще. Офигенно. Получай. Типа клоузлайн. Окей, поверим. DDT. Зрители в восторге. Мы показываем, что все круто, хардкорно. Кроссбази. Хардкор. И... И все. Пока больше ничего. В РФ тут мешается, не видно ничего. Слэмик такой небольшой. Бодди слэм. Или что-то типа того. Ариш Вип. И мы в углу. Клоузлайн нам больно. Ай, я не успел среверсировать. Сабмишн. Ползем канатом. Ползем-ползем. Но быстрее я нажимал кнопки, чем полз канатом. Поэтому... Прыгаем на Ранди Ортона. А, гу-бло! Что это было? Это был... Скуп-слэм. Реверсированный от... Дайвинг... Облдропа. Засовывай с Ортоном в канаты. Ладно. Кружимся с ним в танце. Удар по сиськам. Двигает нас Ортон экстрасенсорикой. И... Оу. Нейдроп или как он там называется. В общем, коленочкой. Это что? Ой-ой-ой. И лезем-лезем, чтобы сделать... Свинтон-бом! Бум! Был бы круто, если бы Ортон такой встал и провел на Маркио. Это было бы вообще ништяк. Но... Пока... Пока ему не ДРК, видимо, он... Он пошел за стулом. Отлично. Стул исчез. Я хочу достать... Да лестницу я хотел. А эту бочку мы оденем на голову. Эй, я сказал, оденем на голову. Ну ладно, она не одевается. На. Ничего себе. Рикошетик. На. Блин, мне нравится. Ладно. Больше не кидает. Настоящего... Рестлера не кидает. Закинем... На ринг. И возьму-ка я лесенку. И хочу эту лестницу... Так, что с Ортоном? Он, походу, упоролся. Так, ладно, скоротим путь немножечко. Ортон опять достает стул. Видимо, он любит стулья. Человек-стул. Эй. Эй. О, теперь все. Верно. Выкидываем лестницу. Ортона камбэк. Ну, и ладно. Разберем комментаторский столик. Привет, Рэнди. Как вы иду? Так, это такой приемщик на ногу. Я ваш кэп. Так, снова мы оказываемся возле security wall. Вот это хэт-бат. И все. Че, у Ортона уже нет камбэка? Ну, ладно. Интересно, если я поставлю лестницу прям в притык, но ближе не ставится, положу Ортона, например... Ай, не получилось чуть-чуть. Поворачивается Ортон. Отошу захвата. Поворачиваемся и мы. Удар по сисечкам. Так, пойдем со мной. В милицию. Ай. Нет, походу я с ним пойду. Смачный удар. Ну, блин, даст он мне сделать эту фигню или нет? Лестницу не трогай. Ты тут че завалил ее? То же самое, что срубить елку под Новый год. Блин. Опусти. Ну вот, теперь придется заново ставить лестницу. Кросс... Не получился, кроссбадди. И я валяюсь. Ну вот. О, поставь на место. Поставь на место. Блин. Не нужно меня ею бить. Я же тебя не бил ею. Так, отлично. А нафига мне только стыль? На, забери. Во. Мне нужна лестница. Пустите меня. Ну... Отойди. Вот, молодец. Все, ставлю я ее. Ну, немножечко не так. Ортон издевается надо мной. Вот как-нибудь сюда. Закидываем Ортона. Ну, не закидывается. Он не хочет. Ну, туда я тоже не хотел. Во, во, во. Сейчас к нам подойдет и... Что ж такое-то? Не люблю, когда нам... Не дают сделать нашу задумку. Иди сюда, Рэнди. Иди сюда. Только не так быстро. Оу. Так он, типа, должен был сейчас стол с собой сломать. Почему он... Даже не погнулся, что ли? Тут недавно какой-то видос смотрел, где делали какой-то прием на комментаторский стол. Ну, в настоящем рестлинге. Ну, в WDBI. И там мне так казалось, как будто за веревочки потянули в разные стороны стол, чтобы он, видимо, развалился. Попробуем вот так вот прыгнуть. Ага, так не прыгает. Видимо, из-за того, что лежит лестница. Точнее, стоит лестница. Вот она и упала. Печально. Хотел я, знаете, типа, как по хардкору, как раньше делал Джефф Харди в WDBI. Типа, стоит маленькая лестница. Он лезет через большую. Перепрыгивает эту самую маленькую лестницу и... Оу. И летит на соперника. Так, ладно, выкинем Ортона. Сделаем то, что я хотел. Смотрите, какой, а. Не слезай. Да если так, тяжелая артиллерия. На тебе еще. Подарок сверху. Пускай валяется пока. Костыль. Да уйди ты вообще туда, вон. Ортон, Ортон, Ортон. Далеко не уходи, Рэнди. Рэнди, Рэнди, Рэнди. Далеко не уходи. Так. Энди, полежи на столе. Я возьму... Я не то хотел! Ладно. Твист оф фейт. Оу. На комментаторский стол. Правда, это интересно. А если бы я сделал ОМГ момент, то есть стоя внизу, я бы тоже сделал твист оф фейт или что-нибудь другое? Интересно. Ну ладно. Так, а так... А так прыгает. Только не туда. Ладно, Рэнди, пора с тобой завязывать. Я вижу... Что я хочу взять гонг. Чтобы позвенела чья-то голова. Гонг против лестницы. Ну что, забатлимся? На! Лестница выиграла. Ну кто бы сомневался. Этим гонгом хрен достанешь до соперника. Зато можно отжать лестницу и... Отомстить. На! Получай. Давайте-ка залезем. А давайте-ка еще вот так залезем и... Бум! Офигенный прием. Мне просто нравится. Надо Макса такой же поставить. Супер игруля. Оу, опять нам достается лестница. Но у нас еще лицо, кстати, не разбито. То, что у меня на голове красные полосы, это не значит, что башка разбита. У Ортона есть сигнатура. Это не очень хорошо для нас. Для вас это просто замечательно, наверное. Здорово, зрители. А! Да ну как? Самонаправляющаяся лестница. Ну, мне без разницы. Отлично. Сбиваем из рук Брэнди Ортон на лестницу, но так же и сами валяемся. Причем Ортон встает, и сейчас мы походу можем получить аркью. Я не хочу, я не хочу. Но пока он закидывает нас на ринг, видимо, для того, чтобы сделать там аркью. Хурикан рано, даже так. Отлично. Ну ладно, я рискну. Прыгаем, наверное, Ди Ортон, и получаем аркью! Мать ваша аркью! Пф, костыль улетел, все улетело. Ну что, Ортон будет делать нам удержание, или... Он делает это самое удержание. Оу! Я попал! Как? Это невероятно просто. Ну, уже матч хорош, я чувствую. По крайней мере, аркью был, от Виста Фейт был. Сентенбом был. И опять удержание до Ортона, отстань! Кстати, полосочка увеличилась, более-менее уже будет полегче. Так. Опять удар. Октя. Но вы знаете, куда. Вперед костыль, который летел. Рейнди Ортон, у нас есть сигнатура, мы проводим опять эту самую сигнатуру. Хотя, конечно, лучше было бы провести другую. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Хочу я, хочу я сделать одну штучку. Мне интересно... Сейчас попробую, короче. Рейнди, пожалуйста, можно вас на ринге... Ммм... Зачем ты уронил мою лестницу? Мне очень интересно, действительно. Смогу ли я так сделать или нет? Сейчас проверим. Короче. Сейчас, сейчас. Перевернись, пожалуйста. Не то. Совсем не то. Но сейчас попробую. Секундочку. Секундочку. Так. Ну а почему же так быстро встает Рейнди Ортон? Куда ты? Блин, зачем ты взял лестницу? Верни мне ее. Оу! Ничего себе. Это было не очень круто. О, а теперь все норм. Лестничок. Может быть тебе нужно прописать ею? Да куда ты бежишь? На! Блин, так улетает четко. Просто слов нет. Так, закидываем... Нашего Ортона. Опять лестница упала. Да что ж такое-то? На! Просащились мы опять сквозь Ортона. Да, мне ничего не надо. Как отменить? Как отменить? Берем лесенку. Все по плану. Ставим лесенку. Ортон, будь там. Да ну, он издевается. Он специально вытягивает носочки, чтобы сбить нашу лестницу. Я хочу... Я думаю, вы уже поняли, что я хочу. Во, ништяк. Что, я не могу ничего ему сделать? Он сейчас ведь возьмет ее. Вот козел, а? Не нужна мне здесь лестница. Я хочу сделать... Да ну какое сворачивание? Ну ты брось. Э! Э! Во! Задолбал. Получает Вистов Фейд. А я всего лишь хотел поставить снизу лестницу и попробовать провести с нее с Вентом Бомб Ортону на ринг. Но он мне не дал этого сделать. Но все равно я выиграл. Джефф Харди победил. Вот так вот. И Джефф Харди встретится с победителем пары Макси и... Коди Роудс. Ну, я не знаю. Сейчас здесь опять, как я уже говорил в предыдущем эпизоде, King of the Ring. Без понятия, кто болел за Ортона, кто болел за Харди. Но уж как получилось, так получилось. И если победил не ваш любимый рестлер, то есть не Ортон, то уж я надеюсь, что по крайней мере бой вам понравился. Ну, было... По крайней мере, мне кажется, что довольно-таки неплохо. Выходим, смотрим на турнированную табличку. В которой мы видим, что действительно, да, Джефф Харди встретится с победителем пары Макси и Коди Роудс. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!